12 апреля, в День космонавтики, в Хрустальном зале Российского Центра науки и культуры в Праге состоялось открытие выставки Юрий Гагарин 57-летия первого полета человека в космос. Буквально несколько месяцев тому назад мы отмечали 40-летие полета первого чехословацкого космонавта, да и вообще первого космонавта не гражданина Советского Союза и не США, в космос Владимира Реймика, нашего коллеги-дипломата. И возможно, можно было бы задуматься о том, что Чехия стоит бы послать следующего космонавта. Мы в этом вопросе открыты и надеемся, что наши чешские партнеры также заинтересованы в освоении космоса, как и мы. Инициатор проведения выставки в Праге, член Координационного совета соотечественников земель Берлин-Бранденбург Елена Ключерева. Дочь Виктора Ключерева, директора завода экспериментального машиностроения и первого заместителя Сергея Королева. Я хочу сказать, что эта выставка посвящена, мы все знаем наших космонавтов, наших замечательных, отважных космонавтов, но эта выставка мне хотелось рассказать о людях, которые делали эти ракеты, которые создавали эти корабли, которые создавали базу нашей советской науки, техники и космонавтики. Большую часть экспозиции составляют уникальные документы и фотографии, запечатлевшие яркие моменты профессиональной и общественной жизни выдающихся инженеров-конструкторов. Памятные вещи, принадлежащие первым космонавтам, и космические сувениры. Одним из самых ценных экспонатов выставки является вот этот бортовой журнал, маленький блокнотик, в котором собраны автографы космонавтов. Также здесь представлена редкая коллекция марок и статей из газет разных стран мира, посвященные советской космонавтике этого периода. Эта выставка является интересным из-за того, что она содержит все возможное, что это не только знамы, не только новости, это просто все вещи, которые связывают с космонавтиком. А также, есть много информации о тех людей, которые заслужили о том, что Кагарин мог лететь. А оно, сделать ракету, а вывенесать человека, не так единственное. Я же бывал и ракетовые конструкторы, я могу это подтвердить. Российский центр науки и культуры в Праге.